Девушки отдыхают Но её выпускают на Япе Вот, я не знаю, конечно, зачем Может быть, это какая-то идея Но де-факто, Матрона Ребят, вы очень часто хотели Покрутить себе Матрону, кроме, пожалуй, красной Которая подходила под Бестов В своё далёкое время Сейчас, наверное, не особо, но Матрона у нас есть Это факт Вот, и нам нужно отталкиваться Как-то от этой Матроны, крутить её вообще или нет Вот, но если кто-то хочет Сразу узнать моё мнение, вот, в видосе Я очень сомневаюсь по этому поводу Ну, ладно-ка, давайте разберём Матрону В принципе, какой-то более-менее кривой перевод у меня Да есть, вот, и попробуем Как раз этим более-менее Каким-то кривым переводом разобраться Потому что пассивка, что она делает На два раунда для своей команды Союзникам накидывает Снижение урона на 30% Хм 30% Если это синий баф, что в принципе Резонно, потому что Король Демонов делает Как бы синий баф, но при этом Маэль Делает серый баф, то есть, как бы Тут непонятно, синий либо серый Потому что у нас есть и тот, и тот баф, который Ну, в принципе, снимается Поэтому 30% уменьшения Входящего урона по своей команде Ну, де-факто На два раунда это маловато То есть, может быть, это какая-то Очень интересная идея С новой Матроной на два раунда Ну, только на два раунда Почему именно на два раунда? Вот, это тоже, типа, очень непонятно Почему именно на два раунда? Вот, с этим тоже надо будет немножко разобраться Но 30% снижения входящего урона по команде В принципе, неплохая тема Реально неплохая тема С учетом того, что это Великан Которого можно комбинить Вместе с фестивальной Дианкой Ну, а тогда кто у нас будет дамагер? У нас Матрона, которая не дамагер Вот, да, кстати Дальше, типа, в начале хода союзников Останавливают ХП Типа, героев союзников На 20% от максимального ХП Под действием дебафа То есть, если нас дебафают Либо же, когда слетает дебаф Мы останавливаем 20% максимального АЗ То есть, либо так, либо так На 20% максимального АЗ у нас хилка есть Это работает, в принципе, везде Вот, поэтому Пассивка Ну, де-факто, она прикольная Но на арену взять Ну, извините Сейчас закончится битва хаоса Начнется обыкновенная мета А там что? Тюр Тюр, он красный Мне кажется, Дианка Ой, Матрона Красная, о, зеленая Она не вытащит дэмэдж Вот, от слова совсем не вытащит дэмэдж Ну, она зеленая Тюра ее съест Зеленая Фрея Тоже весьма неплохой персонаж на арене Под команду Тюра Она тоже ее, в принципе, неплохо так съест Поэтому, зачем выпускать зеленую Матрону Ну, да, наверное, потому что Матрон больше нет других цветов Но пока пассивка смотрится очень интересно Давайте скиллы Истощение 450% от атаки И истощает три арба Но при этом на первом уровне Это будет где-то процентов 120 То есть, от первого уровня карты Она не дамажит Типа баф ее С провокацией Что очень интересно Если мы будем играть через Дианку С уменьшением ходячего урона по нам То это еще более странный вопрос Но хотя ладно, за два раунда Пробует как-то запровоцировать на себя Оппонента В принципе, неплохая тема Но тогда с кем играть Возможно с Матроны Ой, со Скади Чисто великан команда Вот, но здесь провокация на 3 раунда Вот, и увеличить связанные с АЗ Характеристики на 20% В принципе, неплохая тема То есть провокация есть, там, например, стойка Дианы Провокация Матроны И мы таким образом, типа, живем Но, есть несколько нюансов Первый нюанс, пожалуй, самый очевидный На арене сейчас очень много инфектов Поэтому, вот эта тема не работает С восстановлением Да, вроде бы, как против Бана она должна работать Но у Бана есть лосс Которого есть инфект Поэтому хил не сработает С другой стороны, у нас есть команда демонов Которая играет от вторжения И вторжения тоже как-то особо сильно не закайтишь Есть команда Тюра Которая сейчас играет Но у нее слишком дохренища дамага И не факт, что Матроны сможет выжить То есть это мне Матрону нужно вкачать по максимуму Для того, чтобы она как-то жила И вытаскивала Наши БВП, например, на команде великанов То есть это по факту Матрона Это ключ Который вернет великанов на арену Вы сейчас серьезно? 30% уменьшения входящего урона по великанам Окей, хорошо, это прикольно Подстойка Дианы, это круто Также, кстати, не стоит забывать Что на Матрону будет действовать релик Да, кстати, ультимейт у нее стандартный Матроновский 840 при максимальной ульте 560 при первой ульте И просто понижение рангов скиллов Но есть классный релик на 25% Дополнительной базы для великанов И если мы собираем команду великанов Через Матрону, Диану и Скади Например, да, они все получают 25% базы 30% уменьшения входящего урона По ним на 2 раунда И также самые возможные хилы Если мы под дебафом В принципе, для Скади это прикольная тема Если она запланирует себя дебафать Вот Но, де-факто, нечет Не Ну, пока веры в нее нет Да и к тому же По Домагону она не особо веселый персонаж Поэтому Чисто мое мнение Я пока ее не вижу Ее применение Там каких-то ПВЕ Ну, тоже особо нет Ну, то есть, например Бестову мы и так проходим На Змея На Глиста нашего Вот Она не нужна Потому что уже есть Маргарет Которая намного сильнее Если мы будем крутить Если мы будем крутить Типа Матрону Значит, мы уже крутили Марго У нас она уже есть То есть, под листом Под листа нам не нужна она Короче, странный персонаж Но он есть И это факт Де-факто, это просто БК-коробки Потому что Косты идут Все старых Матрон В принципе, у многих Может быть Прокачена именно Красная Матрона Еще в бородатые времена Когда Красная Матрона Была москвенный персонажем Например, на Этому На Змея Ой, на Не на Змеи А на Грифоне Вот На Хрисфельге Вот Там она была москвенная Плюс на Оленя Первое время До появления Змеи Тоже она была москвенной Поэтому, в принципе Шкаф у нас есть Вот Релик у нас есть То есть, персонаж Который получает Сразу какой-то шкаф Какой-то релик Дать ему какой-то сет Это, в принципе Весьма неплохой бурст В плане БК-коробки Но, блин, ребят У нас дальше идет коллаб То есть, если смотреть Старые именно Витрины То есть, вот Если вот смотреть Старые витрины У нас выходил Как раз Версерк Эстероса Так же самое Как у нас сейчас вышел Король Демонов Это был Холивар На вторую неделю Нам завезли Зелдриса Который очень крутой На пятую неделю Нам завезли Красную Тонар Которая была еще круче Вот И после как раз Этого фестиваля Вышел коллаб Поэтому Идейно ожидать коллаб Есть смысл Есть огромнейший смысл И По факту Типа Нет особо сейчас сливов Нет Вот реально Типа каких-то Объективных Больших сливов По поводу коллаба Единственное что можно сказать Это возможно будут титаны Но это возможно Не более того То есть если основаться На предыдущей витрины Дальше нас ждет коллаб А это извините мне Либо Либо 4 Либо 2 Либо может вообще 6 новых персонажей Для развития коробки Как по мне 6 новых персонажей Куда круче Чем одна зеленая матрона Вот Поэтому Имейте ввиду Плюс возможно Коллаб будет играбельным Потому что коллаб Сейчас выходит Уже во время Убер сильных демонов И появление ЛР персонажей Поэтому возможно Коллаб немного подкрутят Возможно Но не факт Поэтому крутить матрону Особенно с учетом того Что если посмотреть Какая у нее витрина Ну это Это страшно Хотя де факто Здесь есть Капитан Мел Который достаточно таки редкий Возможно редкий Это не редкий персонаж Старый Это просто БК-кробки неиграбельный Кстати Мел не может Немножко поиграть На вот этой арене Битве Хауса Вот Потому как у него Весьма неплохая пассивка Для четвертого слота Вот То есть Так же самое как и на нашей Только чуть хуже Вот Потому что наша с реликом Вообще типа Сломанная тема А Мел Не очень сломанная тема Вот Слово совсем Кинг Ну старый Это тоже есть Это тоже много Артуров тоже много На наши в принципе выпадает Берлион Это то что нам надо Вот именно Берлион Это тот персонаж Который нам нужен То есть де факто Я наверное ее покручу Немного С ней что-то поделаю Для контента Но это больше Как именно развитие БК-кробки И надежда Что она мне выпадет Очень быстро Потому как де факто Это степ-витрина То есть 242 гейма Это максимум Что вы можете потратить Для того чтобы дойти до гаранта То есть первое будет 30 геймов Потом 1 гейм Потом 30-30 На пятом На 121 гейме У нас уже гарант СССР Чего-нибудь из этого Потом Шестой У нас тоже 30 геймов Седьмой мультик У нас за 1 гейм И дальше типа Понятное дело Три мультика И уже до гаранта То есть полноценно За 30 геймов Скажется странно Очень странная тема Ну и плюс мы получаем Маловато Ресов До факто Очень мало Ресов Вот то есть Новый персонаж Пока на данный момент Смотрится как скип И по факту Разработчики наверное Сказали что Типа ребят Давайте мы вам дадим Просто Скипного персонажа Который возможно Возможно Возвратить Великанов Типа шанс на такое Есть что Под стойкой Дианы И под этим Дэмош редакшеном Нас демоны Вообще не будут пробивать Вместе с Тюром Вот Типа Идейно Такая Такой вариант Есть плюс 25% Базы Плюс уменьшение Атаки обороны От скади Ее будут дебафать А ее скорее всего Будут дебафать На снарине Много Аутов Для дебафа То есть Тоже самое Тюр сразу дебафает Бан тоже будет дебафать И очень много нас И возможно Это Типа какая-то команда Которая будет разваливать Бана Но демонам КД что делать КД войдет в свою форму Хобачау Ешечка И минус стол Вот Так что в принципе Матрону я не особо Сейчас сильно верю Нет Пока Пока не верю Посмотрим Может в тестах Она покажет себе лучше Но пока на данный момент Вообще нет И дальше Второй патчноут Это здесь уже В принципе Выходит новый персонаж Выйдет новая Новая сезонная башня Где мы будем получать Какие-то резы И да Это не обновление Нашей старой Старая башня Уже 4 сентября Отправляется на покой Вот И я пробую В ближайшие пару дней Либо сегодня Либо завтра Записать уже видео По 30 этажах Последние 30 этажей Потому что я немножко Затянулся этим видосом Слишком прикольная Оказалась битва хаоса Вот Да Вот награды В принципе Немножко Коинов СП Это как раз то Что нам надо Перед коллабом Я считаю Это точно Да Лабиринт Выходит Это тоже круто Выходит новый костюм На бана И де-факто На нового Кстати да Слушайте Если выходит костюм На бана Соответственно Появится Немножко Бан команд На арене Соответственно Скади команда Вместе с зеленой Матроной Имеет смысл Вы понимаете Насколько разработчики Подталкивают Игроков играть на бане И при этом Ключить Матрону Чтоб побеждать Команды оппонентов Кек Ну де-факто Типа Если еще можно сказать Что Матрона Может быть Сезонным героем На какую-то Новую арену героев Третий сезон Который выйдет И это будет Луевна Но по факту Это просто Притянуто за уши Скорее всего Арена героев Стартует уже После коллаба Вот И там нам Появится Какой-то новый Третий эларный персонаж Поэтому Больше ожидаем Это Чем Матрона Будет Новым сезонным героем На арене героев Вау Вы просто Слышите этот маразм Который я сейчас Несу Не знаю Как вы сейчас Меня смотрите Под это все дело Вот Но в принципе Магаз классный То есть все Все те же самые Ресты Плюс 30 гемов Дополнительные Под коллаб Почему бы и нет Вот Все тот же самый Магазин Он остается Вот И к старому Костюму Мела Если у вас Например Вдруг его нет Добавляется новый Костюм Бана То есть вы в принципе Можете оба костюма Забрать отсюда Если вы например Мела не крутили В предыдущем лабиринте Мне интересно А что-то наподобие Предыдущего лабиринта Тоже достаточно Такие геморные Прохождения Вот И по факту Это весь почноут То есть В нашей обновлении Говорят что Ребят Мы вам дадим Костюм на Бана Мы вам дадим Немножко гемов 30 гемов Мы вам дадим Немножко коинов Супер пробуды Вот Мы вам дадим Персонажа Который де-факто Скип для всех Кроме ребят Которые гонятся За БК-коробкой То есть для меня Вот Для китов Это в принципе Не скипный персонаж Это просто Персонаж для БК-коробки Который даст Неплохой БК-коробка Потому что у него Сразу будет шкаф Будет релик И я Его могу особо сильно Даже не прокачивать Вот И нам Уже в принципе Сто старых набеков Типа есть идея того Что будет коллаб А коллаб Это в принципе Даже если вы не планируете Вкладываться в коллаб Просто можете его Немножко покрутить Хотя с другой стороны У нас выходил коллаб Потом выходил зеленый чандлер И потом Это сентябрь уже Это конец сентября Это фестиваль То есть Чтобы вы понимали У нас будет После конца Этого фестиваля Коллаб На две недели Потом две недели Какой-то просто Персонаж Для БК-коробки Может быть Какой-то играбель На зеленый чандлер Он до сих пор Остается спорным персонажем Он интересный Но спорный персонаж И потом у нас Выходит Фестиваль В конце сентября Ребят Так что я не знаю Как вы захотите Покрутить Матрону Не покрутить Для БК-коробки Но де-факто По всем вот этим Особенно По старой информации Это должен быть Полноценный Либо 31 гем Либо полноценный Скип Коллаб Если вкладываться туда Если не вкладываться То я хз Вот Крутить его или нет Потом будет Просто персонаж Между коллабом И фестивалем Просто две недели Для того Чтобы нафармить гемы На фестиваль Ребят Вы покрутили короля Вы потратили все свои гемы Сейчас будет коллаб Скипный персонаж Возможно Возможно Очень классный персонаж Играбельный Очень нужный персонаж Например Кого-то нового беста Если они ввезут Нового беста Либо какой-то просто ПВЕ персонаж Вот И потом сразу Фестиваль новый И да Ребят Я не знаю Что вы будете делать Со своими гемами Но всегда Конец лета Начало сентября В принципе Весь сентябрь Это капец Какое тяжелое время Потому что После фестиваля У нас на третьей неделе Выходила какая-то Истин А потом снова коллаб Ребят Удачи Потому что Заканчивается фестиваль У нас будет коллаб Персонаж Фестиваль Третьей неделе Фестиваль Персонаж И снова коллаб Ребят Это был прошлый год И удачи вам по гемам Я вам серьезно Я вам желаю просто Удачи по гемам И очень классную Новую матрону Которая Может быть Немножко поднимет Великанов Это скорее всего у тех У кого уже прокачаны Великаны И только тем Имеет смысл крутить Но типа де-факто Ребят Посмотрите на витрины Которая выходит Вы хотите ее крутить Или нет Вот Ну а там мне все Спасибо за внимание Подписывайтесь Ставьте лайк Колокольчики Здесь может быть Будет контент с матроной Если я все же Захочу ее качать Хотя я наверное Больше ставлю резы Под как бы новый коллаб Вот Так что да Ребят И поэтому да Пишите ваше мнение По поводу Новой матроны И да Тут будет еще много контента И увидимся с вами До скорого Подписывайтесь В делах В комментариях Сегодня может быть Еще даже стрим будет Так что давайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok